На сегодняшний день 8600 человек изъявили желание работать с сочинскими волонтёрами в период проведения Кубка Конфедерации. Это в следующем году и на чемпионате мира в 2018. Из них 2500 человек – сочинцы. Окончательный список будет утверждён в начале 2017 года. Повезёт не всем, будет отобрано 1400 волонтёров, 500 – в резерв. У нас есть желающие работать в городе Сочи и из США, и из Омана, и из даже Вьетнама. Есть даже один кандидат, желающий работать из Фиджи. Вот мы с ними, со всеми проводим интервьюирование, но у них обязательное условие – это то, что они должны самостоятельно приехать в город Сочи и проживать в городе Сочи. Если у них есть такие возможности, если они нам подходят на позицию, у них есть опыт волонтёрский, у них есть хороший английский язык, то мы их обязательно возьмём. В марте для отобранных волонтёров стартуют специальные обучающие курсы для работы на Кубке Конфедерации. А пока ещё идёт тестирование и интервьюирование кандидатов. Его проводят студенты СГУ, они же сотрудники волонтёрского центра. Вопросы самые разные, вплоть до размера одежды и обуви, поскольку волонтёры будут одеты в специальную форму. Более того, в ходе опроса необходимо определить стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность кандидата-волонтёра. Те, кто получат максимальные баллы по оценке экспертов, имеют все шансы стать лидерами команды волонтёров на Чемпионате мира 2018. Звонишь совершенно незнакомому человеку, ты не знаешь, как он себя поведёт в любой момент. Для тебя это какого-то изначально небольшого страха, а потом просто ты начинаешь общаться, входить в контакт с человеком и уже становится намного интересней. Они согласны с любыми условиями, потому что они очень активны. Их просто тянет во всю эту атмосферу. Напомню, заявочная кампания по набору волонтёров завершится 30 декабря. И любой желающий до этого времени ещё может подать заявку на участие в волонтёрской деятельности. Елена Авсицына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.